Всем подписчикам привет и гостям нашего канала. Сегодня мы приготовим замечательное, очень простое, легкое блюдо. Баранину, запеченную в духовке. Для приготовления блюда нам понадобится непосредственно сама баранина. У меня здесь две задние ноги. Значит, что я сделал? Разрубил на четыре части, разрезал ногу вдоль, развернул, повырезал все лимфоузлы. И получились у меня такие вот кусочки. Для приготовления блюда нам понадобится майонез, чеснок. Что я хотел сказать по поводу майонеза? Если вы не хотите употреблять майонез, вы можете его заменить на домашний йогурт. Самое главное, не сладкий. Специи, сейчас мы к ним вернемся поподробнее. Горчица, лавровый лист, перец с горошком, базилик и петрушка. Значит, что касаемо специй. На две баранины задние я взял три ложки чайные молотого кориандра, две столовые ложки с горкой паприки, чайную ложку перца черного молотого и хмели-сунели по чайной ложке. То бишь, две чайные ложки. По поводу горчицы. У меня здесь крепкая горчица и дижонская, либо французская, либо зерновая еще ее называют. То есть горчица с горошком и простая крепкая горчица. Баранину мы будем запекать в рукаве. И лавровый лист с перцем мы отправим в рукав. Первое. Нюанс по мясу. Для приготовления блюда я соль использовать не буду, потому что баранина замачивалась в хорошо подсоленной воде два часа. Больше соль мне не нужна. Баранье мясо, это нежнейшее мясо, если его правильно приготовить. Мы его хорошенько протушим в рукаве, добавим водички. Потом вода испарится, оно все запечется. Добавим потом очень много чеснока с зеленью, подпарим, и будет просто бомба. Но все детали по ходу приготовления. Итак, обкололи мы мясо ножичком, прокололи. Теперь приступаем к приготовлению маринада. Итак, первое. Нам понадобится такая посуда, в которой мы приготовим наш соус. Мы в нее отправляем майонез. Туда же отправляем горчицу. Горчицу. Следующее. Отправляем все специи. И все это перемешиваем хорошо. Хорошо промазываем мясо. Итак, пока мы подготовим рукава и будем разогревать духовку. Баране не хватит промариноваться. Отставляем ее по камень в сторону. Итак, чеснок готов. Берем базилик. Ничего не обрываем. Вместе с веточками. Берем петрушку. Петрушки тоже берем много. Эту заправку мы будем использовать в двух этапах. Первое. Закладка под мясо в рукав. И второе. Когда мясо уже будет готово, мы засыпаем полностью его. С чесноком и зеленью будем накрывать фольгой. И дадим ему постоять минут 15-20, чтобы чеснок максимально с зеленью раскрылись и пропарились. И отдали аромат весь мясу. Итак, следующее. Приступаем к закладке в рукава. Флоровый лист. Направляем перец горошком. По небольшой жмене засыпаем чеснок, базилик и петрушка на дно. Итак, баранина уже в рукаве. Теперь в оставшийся маринад добавляем водичку. Разбавляем остатки. И эту воду заливаем в рукава. Воды немало. От этого будет зависеть мягкость мяса. Итак, спеклось наше мясо. Мы его запекали при температуре 200 градусов 1 час 50. Максимум 2 часа, не больше. Вот что у нас получилось. Мясо разваливается. Протушилось, запеклось идеально. Простая баранина. С легким оттенком ароматов. Да, она нежная. Базилик дал, когда я посыпал, спекся, дал аромат поверхности мяса. Нежная запеченная баранина. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока-пока.